привет блогерам здравствуйте давненько не виделись чё-то шевченко поставил да тараса григорьевича антаражик под подкатил такой красивый классный не нравится я помню вы что там за ивана мазепу говорили передателем и потом как-то убежали да я наверное месяца два назад с тобой не общался да давно было но я помню за мазепу я вот даже не вспомню не вспомните ну вы сказали по каким причинам а по каким причинам по каким как же чтобы это радует мой глаз это наш украинский герой как же не радоваться нас и сейчас есть герои современные но это наш архаический там служил в армию да ну заслали его да заслали его служить там в казахстане он долгое время был царю он присягал да это вас не смущает что что делал царю присягал да куда это он присягал царю в армии обычно присягут а так там выбора не было ему сказали что вот теперь тебя засылаем за твои за твою деятельность мы тебя засылаем иди теперь рекордом там бегай по казахским не он бы наверно мог бы на каторгу куда-то пойти наверно он выбрал армию так что угодно главное что он был как раз таки украинцем во всех смыслах этого слова он он любил украину и украинцев как никто другой маворосом маворосом это в вашем имперском понятии не но это он сам так писал где он так писал ну почитаю ну где на хорошо где почитать ну прочитаешь ты найдешь много там чего вот смотри читаю до основянника веш написано слава украине от от досюда наша слава слава украины что это а почему не мало руси если он мало рус одним произведением его заканчиваем а хорошо я кумруто поховаете мене на могиле серед степу широкого на вкраине милей чтобы они широкополе и днепро и круче что что у него 42 да произведение кохайте с чорнобреевые тани с москами москалі бо москалі чужие люди рублять выехал зваме ну каком это произведение он даже даже не скажу да он так вот такого произведения не было это вашей фейк давно уже известный фейк да это фейк самый обычный не так если найдете мне произведение оригинальное пожалуйста 5 избегает мазепа предатель в прошлом видео в этом шевченко предатель одни одни зародники ёма ёва шевченко он же ж маварос он сам писал где не знаю а почему а как он про хохлоу писал где не знаю просто эти вбросы типа ну это методички яхнице просто жесть яка стя просто жесть наскільки наскільки це смешно наскільки це маразматично но он не на серьезных щах кажуть это с одной области что лася украинка себя не считала украинкой ну вдумайтесь в это смысл этого вот этих таких вбросов просто дичь ухты красавец мужчина конечно это даже не обсуждается рубашечка такая симпатяшка лучшая это украинская вышиванка она самая красивая самая лучшая а там еще тоже лежит а зачем что ну разложил кого вышиванки вышиванки вы видите вышиванки там я вижу одну вышиванку ну я вижу на тебе там две зачем вот антураж называется а вот так ну я услышал по поводу антуража а сзади это кто на портрете вы что не знаете ну это по моему бульба да или как его бульба тарас тарас бульба вы имеете ввиду а кто так кто такой тарас бульба скажите ну так ну это поэт ваш известный или не очень как бы да понял тарас бульба известный украинский поэт а какие произведения вы его знаете не знаю честно не знаю моему следу скажу так а откуда знаете тараса бульбу тогда а то есть это произведение тарас бульба а написал его тарас шевченко ну почти нет тарас бульба это да вы сказали этот но там гоголь написали а да точно блин то я уже чё-то начал забывать да ну гоголь моголь он тоже украинец я тоже украине кстати вы тоже украинец а я с кирчи с крыма а сейчас россии не ну да бывший то был россиянином потом стал украинцем а потом опять россиянин понял гражданство изменили ну да ну сперва же было раз в сср были русские потом никто не спросил сделали украинцами выдали другие паспорта потом опять россия пришла опять русские вас в гражданство русский ну да не россиянин не у нас сейчас же в россии не пишут национальности в паспорте ну гражданство русское или российское гражданство российское да российское вот это же это же это же не русский это российский россиянин россиянин вот я вижу конечно умный это просто федеративное устройство государства так же точно как в америке ну америка это федеративное устройство ну так это каждый штат каждый штат может сказать что вот я например не американец а например майамиц не но имею ввиду что вы же не русская федерация а российская федерация вы россиянин а не русский также по гражданству ну по гражданству я по гражданству я живу в стране российская федерация так кто вы национальности русский национальности мы за гражданство по гражданству вы россиянин ну да вот россиянин россиянин вот как Я же за это и хотел сказать. А до этого национальность эта русская. А когда русская национальность появилась вообще? Так. Значит, смотри. Вы где живете, молодой человек? В Киеве. В Киеве. Хорошо. Значит, Московия появилась точно так же, как и с Киевом. И как бы младше, знаешь, такое понятие было Малая Русь и Большая Русь. И что это означает? Малая и Большая Русь? Малая Русь это была Киевская Русь. Вот. И Большая Русь это была Московия. Нет? Малая Русь, это имеется ввиду, она еще появляется понятие с XIV века в Византии, когда говорится о Галлицком княжестве, ну Галлицко-Воленском княжестве. Нет. Галлицкое княжество... Подожди, ты не путай товарища, которого назначили католики... Так загуглите. Нет, да что ты мне гуглить? Ну Малая Русь. Малая Русь. Малая Русь это в узком смысле Русь. В узком смысле. Малая Русь была... Это коренная Русь. Нет, подожди, послушай, ты... Нет, давай скажем так, я даже не хочу разговаривать, потому что о чем ты сейчас говоришь о короле Руси, как его там этого... Сейчас, секунду. Его назначили католический пастор, вот, так что это вообще не касается к Руси никак. А как титулы выдавались? Как титулы выдавались? Выдавался он этим... Как его? Папой, папой. Ну, чтобы получить титул, любой там император Священно-Римской империи должен получить его с рук папы. Так он не мог сам себя назвать императором. Его только должны были титулировать. Вот, естественно, это получается легитимность, так обозначалось. Вот Данил Романович, легитимный король Руси. Вот и все. Ну, это Русь-то это заканчивалась на Галичине. В смысле? Так это и была Галичина. Тогда монголы захватили часть. Если не путать, Галичина это Львовская область и все. В принципе. Не, не только. Там еще другие области попадали. Суседние. Ну, какие? Ну, Кернопольская. Чуть-чуть. Ну, современные вы имеете в виду? Ну, как бы так. Волинскую, Волинскую, Ровинскую, Ивано-Франковскую. Ну, да, да. Не, подожди. Опять же таки. Ты живешь в Киеве. Давай скажу так. Есть такое слово Буковина теперь. Знаешь такую? Буковина. Буковина. Ну, Буковина. Увано-Франковская область это куда входило вообще? Ивано-Франковская? Ну, Буковина это Чернёвецкая область. Не, секундочку. Увано-Франковская я уже буду... Галичко-Волинское княжество. Хорошо. Ивано-Франковская область и это, Волинская область, они соседи? Волинская область? Ивано-Франковская? Нет, конечно. Они не соседи? Конечно, нет. Я просто не помню. Я уже что-то... Ну, Волинская область граничит, она там севернее, а Ивано-Франковская южнее намного. Ну, я скажу так, что... Она возле Карпата. Возле Карпата. Хорошо, хорошо. Есть Галичина, есть Буковина. Какие области из них? Буковина, какая область? Ну, я же говорю, Черновецкая область. Черневцы. Хорошо, Черновецкая область. А Галичина это какая область по-современному? Области какие? Это вы говорите историческое название Галичина, да? Это относится туда Львовская область, Ровенская область. Часть попадает. Подождите, король Руси. Это общее понятие. Король Руси. Вот. Был король какой области Галичины? У него еще было и понятие, что он был Галичины. Как бы князь Галичины, да? Правильно или как там? Примерно. Не помню. Нет? Смотрите, объясняю вам. Значит, король, король этот, он был, вы хотите сказать, какой территории, да? Уточнить. Я вот, смотрите, князь Галичский и Волынский Юрий II Болеслав в грамоте к великому магистру немецкому ордену Дитриху от 20 декабря 1335 года назвал себя Дукс Тотиус Руси Аминос. Это как раз таки он князь все Малые Руси. Хотя и он, и его, подождите, дайте закончить, дайте закончить, дайте закончить. Хотя и он, и его предшественники именовали себя Рекс Руси, то есть король Руси, Дукс Тотиа Терра Руси, то есть князь всея земли русской, и Дукс Эдоминус Руси, то есть князь и господар Руси, то есть всей Руси, собственно. Вот вам ответ на ваши вопросы по поводу, какие земли его, это, Великая Русь, это была Новая Русь. Это колония Руси. Малая Русь, это коренная Русь. Это то, что изначально было, да, типа, как, изначальная Русь, собственно. Это еще с 14 века известно. И это был церковный византийский термин. Ты имеешь в виду насчет Малой Руси? Да. Да, согласен. Вот, так это, это вообще другое понятие, типа, а потом, потом уже, потом уже. Нет, слушай, вот знаешь, я тебе одно хочу сказать. Вот сейчас в этой мишанине, в которой и ты наговорил, я там нет-нет, там что-то там. Слушай, мишанина, я вам точно сказал, кем, как, какой был король, типа, все четко, все ясно. Типа, типа, король был Галичины. В смысле, король, король всея Руси. Блин, он принял лагу этого короля, извини меня, там еще рядом было одно государство, там была литовско-польская, нет, что ты, ну, давай, я сейчас буду с тобой, я просто не хочу, ну, как бы, вдаваться. Там был брат Хана, который был, это, сам, потом этот король Галичин в рот. Не материтесь, не материтесь, не материтесь. Не, ну, я вообще, ну, а че ты начинаешь тут мне тут в ухо дуть? В смысле, в ухо дуть? Это у вас написано, вы можете открыть, не кричите, вы можете открыть Википедию и почитать, вам перед вашей же Википедией написано все четко и ясно, че вы кричите? Ваше, ваше. Не кипишуйте, ваше. Я не кипишую. Ваше. Так ты, послушай, ты не перебиваешь, я тебя слушал? Конечно. Ну, теперь не перебивай меня, я тебе расскажу твою историю. Какую историю, я вам официальные источники привожу. Печатка до этого, Юрия Львовича можете посмотреть еще. Открываешь Википедию. Так. Открываешь твою, вашу, любимую Википедию, сейчас я тебе все расскажу. Давайте российскую, давайте российскую. Твоя даже по Википедии. А ну, Малая Русь, пишите, Малая Русь. Подожди, при чем тут Малая Русь? Так мы же за Малую Русь. Ты не снижай. Так я не съехал, это вы снижаете. Мы же за Малую Русь общаемся. Малая Русь, мы сейчас разговариваем о короле Руси. Давайте за короле Русь. Настоящий украинец. Да, не кипишуйте. Че вас так рвет? Че вас так рвет? Я всегда проститута. Че вас так рвет от фактов, скажите, пожалуйста. Да не, да причем тот факт? Так я же вам прочитал факты. Че с вами спорите? Вы смешны. Давайте пообщаемся. Давайте, король Руси, давайте. Давайте пообщаемся. Король Руси, давайте. И давай попер нахуй эту б***ь. Так давайте пообщаемся за короля Руси. Да не хочу даже разговаривать. А, что вы не хотите, разговаривать за короля. Все, б***ь. Печатка Юрия Львовича. Да. Юрия Львовича печатка, посмотрите. Там написано RGIC RUSSIC. То есть король Руси. Куда человек, типа, понимает, что он хотел что-то там закинуть. Да, про Малую Россию. Вы же Малая Россия. Вы же наша. Мы же, это же вы и так дальше. Один народ. Малая Россия. Не было никакой Украины и так дальше. Сами эти люди не знают, откуда пошла эта Малая Россия. Малая Русь. Изначально. Типа, что это изначально обозначает. Я не понятия не имею, что это такое. Вот. И также они говорят, что был король Руси в 14 веке на нашей территории, который именовал себя король Руси, всея Руси, всея Руси. Ну, короче, все, что только можно. А на их территории никто себя так и не называл. То есть там только Иван Третий, там, в письме Максимилиану Первому уже упоминает, что он, типа, ну, претендует. То есть он сам себя, типа, так именует. Никто ему не давал этого титула, как Данилу Романовичу. То есть легитимности никакого этого Ивана Третьего не было, чтобы называть себя всея Руси. Вот. А он просто нагло залез сюда с этим титулом. Но это произошло только через 150, да через 200 лет, фактически, после того, как Данила Романович получил этот титул, собственно. Их это бесит, потому что это из их историографии это выходит, потому что, ну, они же Данила Романовича, как бы, не признают, что это их титул. Он пытается сказать, что это русский, это же русский. Но там, если в детали влезть, то оказывается, что никакого отношения к Москве он не имеет. Вот так, вот такие дела. Ну что, понравилось видео? Тогда не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram, а также за возможность поддерживать меня на Patreon или за реквизитами, что находится в описании под видео. Дякую. Слава Украине!